Круглый стол приурочен ко Дню Победы и посвящен Великой Отечественной войне. В центре внимания участников проблемы сохранения исторической памяти. На обсуждение были вынесены вопросы отношения ныне живущего поколения к знаковым историческим вехам в целом и непосредственно подвигу советских граждан в годы войны. Организатором встречи выступил университет, однако участие в ней приняли и представители иных организаций и учреждений. У нас в числе соорганизаторов и мемориальный комплекс Брестская крепость «Герой» и один из тоже инициаторов и наших таких многолетних партнеров – это Белорусский союз офицеров, в частности Ассоциация ветеранов ракетных войск стратегического назначения, в общем-то и администрация нашего района, и районная организация «Белой Руси». Так что это такое совместное усилие. Ну, конечно, в основе нашей кафедры гуманитарных наук будет выступать ее заведующий, профессор кафедры, ну и так что каждый из них расставит свои акценты, обозначит то актуальное, что он видит на данном этапе, а студенты смогут поучаствовать, конечно. Одно из выступлений было посвящено вопросам формирования культуры, сохранения исторической памяти. Истинность крылатого выражения, гласящего, что у народа, который не помнит своего прошлого, нет будущего, сегодня, к большому сожалению, доказывают отдельные страны мира. Для гармоничного развития нации очень важно иметь нравственные и духовные ориентиры, которые чаще всего можно выделить именно из событий минувших дней. «Нема у громадства культуры и исторической памяти, это громадство может быть только тяжкий лёс, потому что без исторической культуры люди они якие. А у нас главный фактор, главный чинник формования исторической памяти – это память про великую перемогу. Унёс такую великую перемогу советского народа в изначальный. И это предмет гонору, это предмет великого гонору, с каким мы будем истить в будущем». По словам организаторов «Круглого стола», важно то, что современная молодёжь в большинстве своём осознаёт и необходимость подобных встреч, и значимость сохранения историко-культурного наследия. Именно в их руках находятся будущие страны, и очень важно, чтобы они смогли стать достойными потомками поколения победителей. Продолжение следует...